Значит, сегодня у нас очень важный блок тематика. Это также методы нашей любимой аналитической биохимии, но мы приступаем к такому очень серьезному и обширному разделу, как определение активности. Вроде как определение активности – это у нас энзимология, это у нас биохимия, но на самом-то деле, чтобы быть хорошим биохимиком или хорошим энзимологом, надо в первую очередь, что надо знать? Надо быть в первую очередь химиком-аналитиком, потому что если вы не умеете мерить концентрацию веществ, вы не сможете мерить и скорость реакции. А активность у нас – это как раз скорость реакции. И, соответственно, мы сейчас чуть-чуть поговорим, что мы, собственно, меряем, что мы называем ферментативной активностью, что мы называем скоростью реакции, что такое кинетическая кривая, какие у нас базовые представления. И что еще нужно знать, кроме основ аналитической химии, когда мы начинаем мерить активность, какие еще тонкости, на которые мы ранее не обращали внимания. Ну, по предыдущей лекции я думаю, что все правильно. Вот здесь небольшой блок для повторения, закрепления материала я не стал его убирать. Ну, вот напоминаю, что мы видим на следующем слайде. Это у нас спектры поглощения, то, что мы только что с вами обсуждали. У нас, соответственно, есть спектр с комплексом Бенедикта, который биуретовый, да, и, соответственно, есть поглощение, собственно, белка. Вот здесь спектр отрезан, дальше пик, который 280, мы не видим, да. Ну, и, соответственно, видим, что у нас есть такой вот хороший широкий пик в видимой области, да, по которому обычно в клинических анализах определяют. А мы в микроварианте определяем не в пике, а на плече, на правом плече пика вот этого комплекса, почему мы не идем ниже, чем 330 нанометров, потому что мы не хотим потом в значительной степени учитывать то, что у нас будет еще складываться собственное поглощение белка. Поняли? Да, да, поняли. Вот видим, белок относительно воды, вот этот красненький, да, белок относительно воды, вот он еще в этой области 330 не поглощает. Вот здесь дальше, если мы более короткие волны пойдем, то у нас будет пик на 280. Здесь вот просто реагент без белка, он дает некоторое поглощение уже, но мы его вычитаем нормальный, стандартный. У нас есть кювета нулевая, да, как правило, и, соответственно, у нас уже поглощение белок с реагентом и белок с реагентом относительно воды. Вот у нас есть небольшая поправка, видите, вот разница, которую мы вычитаем кювет и сравнение, потому что сам реагент тоже дает ненулевое значение. Более-менее понятно все, да? Хорошо? Да, да. Так, ну, вот эту картинку еще раз показываю, тоже мы здесь вроде все уже обсудили. Ну, на что еще обратить внимание, длинный волн, ну, вот у нас биорет 330, могло бы быть 540 или 560, там широкий пик, мы бы запомнили, даже 550 могло бы быть. Брэдфорд, Кумаси у нас 525 нанометров, прямое поглощение 260-280, если это пептидный ароматический, может быть 220, туда мы обычно не заходим для химических следований. Вот у нас длина волны 750 используется для суммарного поглощения нескольких, для нескольких разных реакций. Ну, и, соответственно, на что нужно еще обращать внимание по поводу того, какой метод мы выбираем, соответственно, могут быть мешающие соединения. Ну, мы, в принципе, обсуждали на практике то, что мы с Кумаси стараемся не использовать метод, если у нас какие-то детергенты, павы в растворе, если с медным реагентом, то в растворе желательно, чтобы не было веществ, которые связывают ионы меди, могут взаимодействовать с ними. Ну, соответственно, там ЭДА, ТРИС, не рекомендуется. И, соответственно, то, что нам еще неприятно, если у нас что-то есть окрашенное в той же области, что мы измеряем белок по нашему кублюцу цветном. Ну, потихоньку приступаем к следующему блоку. Мы сейчас уже от простого определения констрации биополимера чуть-чуть идеологически переходим к более сложным смесям, в том числе изменению констрации во времени, потому что мы будем разбираться с активностями. Ну, и, соответственно, какие проблемы у биохимика обычно бывают, когда мы меряем что биополимеры, что какие-то низкомуекулярные метаболиты. Тонкости, проблемы, которые с точки зрения аналитической химии представляют наибольшие трудности. Соответственно, у нас вещество часто находится в смеси с похожими веществами. Соответственно, мы, когда определяем одно вещество, мы должны быть уверены, что мы определяем его, а не смесь веществ похожих. Да. Также присутствуют вещества, которые мешают анализу, о чем мы только что говорили. Также большая проблема в биохимии, что нестабильные вещества, и не все методы можно использовать. Ну, соответственно, в некоторых случаях, когда аналитически нам сложно определить, отличить вещество А1 от А2, могут применяться энзиматические методы, когда у вас А1 вступает в реакцию, а А2 не вступает в реакцию. Да. При этом, с точки зрения, допустим, классической аналитической химии, А1 от А2 практически невозможно отличить, там, он и на хроматографе одинаково выходит почти, и спектры одинаковые, поглощения, флюоресцентные и так далее. То есть, там, буквально какой-нибудь одной группой метильной отличаются, да. Но при этом, соответственно, из-за высокой селективности у нас бывает, что вещество почти такое же, с точки зрения химико-аналитика, отличить его от первого вещества нельзя, а вот ферменты отличают. Ферменты могут различать совсем почти похожие, но не совсем одинаковые молекулы, и их можно использовать, что мы используем какую-нибудь ферментативную реакцию, когда у нас появляется нечто в среде, что мы можем по спектру определить, например, вот как НАТО, НАДАШ. То есть, у нас какое-нибудь вещество, одно работает с данным до гидрогеназа, а другое не работает. Если у нас вещество чуть-чуть отличается по структуре, до гидрогеназа начинает его преобразовывать, при этом появляется, начинает расти концентрация НАДАШ, да. Получается, мы из-за математического метода можем отличить как бы неразличимые, на первый взгляд, молекулы. Ну и для крупных биопримеров иногда нужно применять иммунохимические методы, но, в принципе, вы слышали про такие методы, как твердофазный иммуноферментный анализ, чуть-чуть подробнее. В следующем семестре будем рассматривать иммунохимию. Ну, соответственно, когда мы смотрим, например, медицинские анализы определения антитела у человека к тому же каким-то белкам коронавируса, да. Как спайковый белок сейчас меряют, сколько иммуноглуболинов Ж, иммуноглуболинов Н. Но вот там тоже, на самом деле, это все тоже наша любимая аналитическая химия, точнее, аналитическая биохимия. Но там уже иммунохимические методы для очень сложных молекул, когда мы по высоко селективным контактам различаем чуть-чуть отличающиеся белковые комплексы. И, соответственно, можем определить селективный какой-нибудь белок, который чуть-чуть отличается от других своих собратьев. Ну, вот, соответственно, используются методы иммунохимии, в частности, для анализа антител какому-то антигену. Ну, соответственно, когда мы измеряем различные активности, то мы можем смотреть по реакции в разных направлениях. Как оно может быть ответвление, может быть, одна цепочка, могут быть ответвления, и, соответственно, можем для одного фермента смотреть немножко разные процессы. В том числе, тут на слайде я уже не стал рисовать, что бывает. Мы дальше с вами посмотрим, что у нас, помимо того, что одно вещество может преобразовываться в присутствии одного фермента и в присутствии другого фермента, немножко по-разному, еще мы можем смотреть прямую реакцию и обратную реакцию. Ну, соответственно, мы помним, что такой катализатор, он у нас равновесие не смещает, он ускоряет его достижение, но иногда удобно взять продукты реакции, чтобы у нас в обратную сторону шло для обратимых реакций, и смотреть по изменению веществ из обратного направления или, наоборот, в прямом, по разным причинам. Иногда, когда удобнее мерить, иногда, когда у нас равновесие смещено таким-то образом и так далее. Более-менее понятно, что я сейчас говорю. Да, понятно, Павел Андреевич, хочется уточнить. Вы имели в виду, что, скажем, один фермент может принимать участие в нескольких ферментативных реакциях. Или превращаться в какое-то несколько другое вещество и тогда уже участвовать в какой-то иной ферментативной реакции. Значит, один субстрат может участвовать в нескольких реакциях у разных ферментов. Ну вот не несколько, не один фермент в нескольких реакциях, да? Тоже, тоже можно придумать примеры, когда у вас может быть разный субстрат на самом деле. Мы как бы, у нас немножко разная реакция получается, немножко разные продукты, а фермент тот же. И мы смотрим реакцию, как бы активность по разным субстратам. Это тоже иногда головная боль бывает в биохимических исследованиях, что мы еще определяем не только просто активность какого-то фермента. Вот активность, а он оказывается активность на вот этом субстрате такой, а вот с этим субстратом он еще лучше работает. А с третьим субстратом вообще не работает. То есть, то что я вспомнил, это у нас, скажем, как у нас спероксидазы может быть, АБТС, а может быть, ортодионизидин, по-моему, да? Ну да, и бывает один субстрат, а у нас реакция в массу. Вот берем 4 разных или 5 разных дегидрогеназ, все реакции вообще разные. А вот мы просто берем и смотрим, у нас она 2-х или 3-х субстратная реакция, а мы все смотрим по тому, что у нас НАТ превращается в НАДАШ. А вообще все разные процессы, разные и ферменты разные, и там 2-й, 3-й субстрат разные. Понятно, да? Да, все понятно, спасибо. Вот. Ну и важно, если мы начали говорить про скорость реакции, но я надеюсь, вы помните, как в химии у нас вообще скорость реакции связана с температурой. Да, да, вспомнили, какие правила, как там в школе говорят. Ну, скорость реакции с повышением температуры. Увеличивается. Увеличивается. Вот у вас было в комнате… А, на 10 градусов увеличится 2-4 раза. Ну, вот это важно, потому что если вы не термостатируете, у вас там в один день в комнате может быть 18 градусов, в другой день 25 градусов. Ну, и, как вы можете догадаться, там в полтора-два раза получить разные цифры вы можете очень легко, если вы меряете активность. У вас будет каждый день разная активность, поэтому термостатируют. То есть специальное термостатирование у нас есть, система, куда вы вставляете квету, там уже все прогрето до определенной температуры. Ну, у биохимиков чаще всего в качестве стандартов используются температуры 25 или 37 градусов. То есть 25 – это как бы условно-комнатная температура для Калифорнии, а 37 – это температура тела кролика. Ну, соответственно, при необходимости можно также смотреть при более высоких температурах, более низких температурах, ну и, соответственно, смотрят еще иногда деструкцию фермента. То есть вы еще чуть-чуть можете сталкиваться уже, что у вас некоторые ферменты могут при каких-то температурах разрушаться, да? Обычно ферменты какие температуры у нас выдерживают? Ну, вот если повышать после 37… Ну, не больше 40… Это белковые молекулы, наверное, до 40 градусов. А почему вообще 40 градусов? Ну, это же зависит от организма. Если какой-то термически толерантный или вот термофил, да, то тогда и больше могут какие-то… Ну, а вот человеческие ферменты… Да, понятно. Человеческие ферменты до 40 градусов, наверное, давайте предположим, что при 40 градусах скорость реакции их… То есть получается распады становятся настолько большие скорости, что они просто берут, разваливаются. То есть это становится кинетически выгодно. У нас температура тела тоже немножко разная в разных органах, но там на поверхности термометром когда мерят 36,6. Да, да. Это когда это типа ставят подмышки, да? Ну, да, да. Ну, соответственно, это уже почти 37. Ну, там до 40 уже. И как вот если… Как вы себе представляете, если 40 градусов белки человек не удержит, как же вообще человек живет на грани из там плюс-минус 2 градуса? Это уже для внутренних органов тоже там уже чуть выше будет температура и все, да? Как вы? Все-таки вот уверены, что 40 градусов – это критично для человеческих белков. Или может они… Или может они все-таки выдерживают там в зависимости от белка. Ну, по-моему, конечно, влиять на то, сколько времени мы держим их при такой температуре, какое время и так далее. То есть куча разных вещей. То есть, конечно, не будет так, что вот 40 градусов, и человек вот жил-жил, через секунду взял – помер. Нет, ну, а все равно вот как бы вот изменения, что 37 и 39, что вот прям такая страшная колоссальная разница для структуры фатальной. Скорее всего нет. Вот, вот, вот. Как-то слишком… А вот потому что все вот сразу вспоминают, вот там температура, вот человек заболел, там температура 39-41, и он там сразу там в реанимацию везли. Это не потому, что белок дентурирует, да? Это, наверное, в некоторых книжках бывает неправильно написано. И все, там 40 градусов, все там, все сварилось. Ничего не сварился. У некоторых животных, там каких-нибудь птичек, там вообще температура тела там 42-43, там они живут и летают еще там по лесу с такой температурой всю жизнь, их в норме. И у них белки практически от человеческих, ну, вообще там минимально отличаются. Вот, проблема, почему человеку плохо, если его там нагреть от 37 до 42? Потому что у нас, чтобы правильно работала клетка, там много-много, вот если вы биохимию будете изучать, там на четвертом курсе, там очень много метаболических путей, да? То есть там всякий гликолиз, глюконеогенез, там цикл Крепса, может кто-то слышал, там много-много-много всего, там что-то в цитоплазме происходит, что-то в митохондриях. И, соответственно, там цепочки, у вас определяются разные процессы, там сразу работает там 5 ферментов подряд, там 10 ферментов подряд, да? Ну, и, соответственно, они, вот эти все процессы тоже зависят от температуры. То есть, совокупно у вас получается при изменении на несколько градусов настройки вот этих скоростей реакции настолько разрегулируются, что у клетки наступает коллапс. И, естественно, там может произойти смерть всего организма, там если перегрелись, да? Но это не значит, что, то есть причина не то, что белки прям плавятся, да? Это уже на уровне регуляции метаболизма. Белки, конечно, обычно, ну, белки все разные, бывают более стабильные, бывают менее стабильные. Какие-то до 55 градусов спокойно себя ведут, есть белки, которые при 60 вполне себе могут работать. И в человеческом организме такие тоже есть, там какие-то особо стабильные белки. Ну, далеко ходить не надо, там какой-нибудь лизоцин, который используют иммунные клетки, чтобы разбирать микробы на запчасти, потом регулировать процесс изготовления антител против антигенов этого микробы. Лизоцин сам по себе, ну, вот он, ему нормально, там можно и при 25 градусах мерить, и при 30, и при 40, и при 50. Он абсолютно хорошо себя чувствует сам по себе в переменах. Там уже бывают проблемы, что у нас субстрат, допустим, это какая-то бактерия, да? Там уже бактерии плохо будут. То есть мы почему-то не будем мерить активность при 50 или при 60. Не потому что фермент у нас сварится, да? Поэтому... То есть еще раз, это потому что вот у нас тесная взаимосвязь, и она нарушается, да, метаболически? Она нарушается именно на уровне кинетики, регуляции скоростей процесса. Понятно. То есть у нас происходит метаболический коллапс. То есть у нас не ломаются ферменты, а они начинают... Клетка не может нормально отрегулировать скорости процессов. У нас там катаболические, анаболические пути что-то собирается, что-то разбирается на запчасти. Понятно, да? Да, да. Вот, а плавятся белки. Обычно там у нас есть дентурация через диссоциативный механизм, есть односубъединичные белки. Соответственно, у нас плавление идет, вот у нас есть фазовые переходы, как бы плавление доменов. То есть там псевдокристаллическая структура в компактной глобуле переходит в псевдожидкую. И дальше идет уже следующий этап необратимых дентураций. Там обычно вот эти фазовые переходы, если кто-то там будет смотреть на... Есть такой метод калориметрии, дифференциально сканирующий. Есть калориметрия, калория. А есть калориметрия, которая свет. Вот я про калориметрия, калории. Там, соответственно, смотрят, сколько поглощает вещество при нагреве на следующий градус. Когда происходит фазовый переход, у вас как бы система перестает быстро нагреваться, идет поглощение на фазовый переход. У вас получается такой пик на термограмме. Может, кто-то сталкивался с калориметрами? Не сталкивались? Сталкивались, но, конечно, не в процессе. Ну, вот это очень интересная практика. Ну, да. А вот у биохимиков тоже можно смотреть. Очень интересно. Вы как бы видите отдельное плавление отдельных доминов. То есть вы видите, допустим, что белок, прежде чем дентурирует, у него получается пара пиков. То есть у него размягчился один домен, потом второй. И вот это можно регулировать. Допустим, если вы занимаетесь генной инженерией, вы заменили там пару аминокислотных остатков. Смотрите, у вас температура плавления домена съехала. Она либо меньше стала, либо больше. То есть был 55, а стало 60. И 51. То есть это довольно интересно. То есть калориметрия – это не только у физиков. Это вот у биохимиков-то прям вот очень часто встречается. Хорошо. Ну, соответственно, что мы будем использовать для определения скорости реакции? Соответственно, мы можем использовать различные спектральные характеристики. Но это как вот НАТ и НАДАШ. Это если нам повезло. Если нам не повезло, то нам придется как-то химически модифицировать продукт. То есть у нас прошла реакция с ферментом. Получился из субстрата продукт. И мы, допустим, с помощью каких-то простых методов не видим, что у нас в системе что-то произошло. И мы дальше должны как-то промодифицировать еще дополнительный продукт, чтобы появилось окрашенное соединение. Или мы можем… Еще бывает, что у нас с помощью фермента преобразуется из А, получается В вещество. И мы по каким-то причинам А от В не можем нормально отличить с помощью методов аналитической химии. Но у нас есть еще другой фермент, который работает с В как субстратом, и получается С. А С мы уже можем отличить. Вы можете себе представить такую ситуацию? И что мы делаем? Мы берем чуть-чуть фермента первого, добавляем к нему субстрат А. Согласно, как мы по условиям, чтобы соблюсти условия из уравнения Михаила Сементом, концентрационная зависимость, скорость реакции от концентрации субстрата начальной. У нас получается при этом продукт с какой-то скоростью, да, тоже по уравнению Михаила Сементом мы прикидываем, с какой скоростью у нас получается из А в А, сколько там микромоли в минуту, в секунду на литр, на миллилитр, да. Но при этом мы должны как-то увидеть, вот что С стал появляться, что нам надо сделать, чтобы не С, а вот у нас из А получается В, а видим мы только С, из второй ферментативной реакции. Второй фермент добавить. Не просто добавить, а добавить его в избытке. Неадекватно много. В большом избытке. Ну да, чтобы он прям вот тут все, что получается у нас В, он тут же прям вот тут же превращался в С. И тогда получается, что у нас лимитирующая стадия. Первый фермент, а второй у нас, второй процесс из-за избытка фермента будет быстро происходить. Понятно? И у нас получается, что практически с небольшой задержкой будет нарастать, вот, из В превращаться в С. Практически синхронный. И мы так вот систему обманываем. Мы меряем на самом деле С, а изучаем фактически реакцию из А в В, где С вообще ни при чем. Иногда мы сегодня тоже чуть-чуть коснемся. Иногда бывает систем, когда еще можно усилить. То есть вот вещество из получилось было А, превратилось в В, и можно еще сделать как каскад реакции, когда у нас из одного В получается несколько С. Причем можно подождать, проинкубировать, что у нас сигнал усилится в 10 раз или в больше раз. Но в частности усиление сигнал контролируемое тоже можно привести пример с помощью разных дополнительных реакций, когда у нас усиливается аналитический сигнал в том же моноферментном анализе. Почему иммуноферментный анализ стал более популярным, чем радиоиммунный анализ, когда у нас радиоактивная метка, что это супервысокочувствительная, то мы можем еще… ферментный меток тоже высокочувствительный, но мы можем еще и отрегулировать чувствительность, варьировать условия. Но это уже совсем забегает вперед. Значит… Андрей, можно быстро уточнить еще раз. Нужно, наверное, немножечко не расслышал. Мы добавляем второй фермент в очень большом избытке для того, чтобы лимитирующая реакция была как раз из А в Б. То есть именно скоростивенно эта реакция определяла наши параметры. Да, лимитирующая стадия – это стадия медленная. Да, то же самое, как мы определяем, вот когда у нас стационарное течение, вот если у нас, допустим, прорвало трубу на четвертом этаже, и течет вода по стене на третий этаж, да? С какой-то скоростью набирается вода, там, натекает, там, сколько-то сантиметров в час на уровень над полом. Понятно. И дальше вода сочится с третьего на второй этаж, тоже набирается там с какой-то скоростью, с какой-то скоростью, там, тоже сколько-то сантиметров в час над полом. Вот у нас в данном случае непонятно, какая лимитирующая стадия. У нас идет стационарная и стадии обе медленные, да? Что перетекание с четвертого этажа на третий, когда, где прорвало трубу, что с третьего на второй. И мы по скорости накопления на втором этаже воды не можем сказать, ничего не сказать о скорости перетекания с четвертого на третий этаж. Но если мы просверлим дырку в потолке, и у нас вода вся, которая вытекает в третий этаж, тот же бак будет оказываться, стекает в дырку на второй этаж моментально, то тогда мы по вот этой, с помощью вот этой быстрой стадии, начинаем уже мерить скорость течения стационарного с четвертого на третий этаж. Понятно, да, налоги? Да. И что мы видим на следующем слайде? Это, как это называется? Я уже вам подсказал. Это кинетическая кривая? Ну да, это вот, соответственно, у нас, что такое кинетическая кривая? Это изменение концентрации во времени. Вот у нас идет процесс, у нас, соответственно, либо продукт растет, либо субстрат падает, концентрация. И когда во времени мы смотрим, то это у нас кинетическая кривая. Соответственно, мы смотрим, можем начальные скорости смотреть, можем смотреть всю кинетическую кривую, смотреть, что у нас идет там замедление, когда у нас происходит истощение, кончается продукт, да, то, соответственно, скорость накопления, кончается субстрат, да, я оговорился, и замедляется скорость накопления продукта. Но также бывает, что еще с катализатором что-то случается. Но мы стараемся в биохимических исследованиях таких ситуаций не допускать. Если нет специальной задачи изучать какую-нибудь термоинактивацию в каком-нибудь ферментах. Ну, и сейчас мы уже практически с вами обсудили, как можно ситуацию обмануть, и какие хитрости могут быть. Но сейчас разберем на конкретных примерах. Ну, вот, уже вам показывал эту картинку, да, уже она всем надоела, наверное, все уже выучено наизусть. Соответственно, если у нас дегидрогеназа, то один из субстратов у нас кофермент. Часто он прочно связан, бывает с дегидрогеназой, иногда не очень прочно связаны разные дегидрогеназы. Но, соответственно, идет обмен, что у нас обычно берется вот один субстрат дегидрогеназа и второй субстрат избыток НАТ, да, как вот в случае алкогольного дегидрогеназа. И у нас восстанавливается в процессе реакции из этанола получается альдегид, да, и одновременно получается молекула, восстанавливаем НАТ, НАДАШ. Иногда его русскими буквами пишут НАДАШ. И, соответственно, у нас идет фермент после вот этого каталитического акта присоединяет себе свежую молекулу, окисленную НАТ, и он может снова преобразовывать еще одну молекулу этилового спирта. И так вот будет накапливаться НАДАШ. Соответственно, видим, если мы работаем с такими ферментами, дегидрогеназами, то мы видим, идет прямо накопление НАДАШ, и мы видим прямо красивую, можем в качестве кинетической кривой использовать зависимость поглощения во времени при длине волны 340, да. То есть мы прямо можем пересчитать это с помощью коэффициента, зная длину оптического пути, коэффициент экстинкции, коэффициент малярного поглощения для НАДАШ, можем пересчитать это прямо вот сколько микромоль НАДАШ получается за единицу времени. Понятно, да? Понятно все? Да, да, понятно. Пока все просто. Ну, соответственно, могут быть… Для чего еще может использоваться? А мы вот эту реакцию можем использовать для определения активности алкоголь-дегидрогеназы. А также мы для чего можем использовать? Мы можем использовать на самом деле эту реакцию для определения концентрации НАДАШ или концентрации этанола. Можем или не можем? Вот если у нас задача есть… Ага, вот есть… Концентрация этанола? Да, можем мы снять. Наверное, да, наверное, можем. А почему нет? Нет. Вот мы не знаем концентрацию этанола в растворе, да? Мы туда добавим… У нас есть кинетическая кривая же. Да. То есть мы… у нас два подхода. Либо мы берем и как бы строим калибровку. Ну, то есть мы знаем вот у нас по уравнению Михаила Семенкова, да? То есть мы добавляем второй субстрат, который НАДАШ, и у нас, соответственно, при разных концентрациях этанола будут разные скорости. Если мы зафиксируем концентрацию фермента и зафиксируем концентрацию второго субстрата, да? То есть у нас есть зависимость скорости от концентрации субстрата. Один вариант. Второй вариант. Мы можем взять избыток НАДАШ и посмотреть, чтобы реакция прошла как бы почти до конца. Посмотреть, когда перестанет превращаться НАДАШ. То есть у нас взять условие, когда у нас смотрится не начальная скорость, да? А смотрится изменение количества продукта после длительного времени превращения. Когда этанол весь исчерпался, да? Тут можем так делать? Можем. Ну и, соответственно, у нас получается разный подход. Либо мы по скоростям калибруем, да, по начальному, либо по конечной вот этой точке, когда у нас оттепровалось все, превратилось. То есть мы можем подобные реакции использовать еще как для определения концентрации тех или иных метаболитов. Ну и дальше смотрим еще примеры. Чем отличается ситуация на данном слайде от ситуации с алкогольной гидрогеназой? Значит, принципиально ничем. Ну, субстратов здесь сколько? Сколько субстратов? Один. Просто сейчас тут видно лицералитегид-3-фосфат с помощью фермента присоединяет еще один фосфор. Я прав? Да. Получается тут субстратом для нас будет как раз коньцералитегид-3-фосфат. Один субстрат. Еще, еще один субстрат. Еще один субстрат. Будет соответственно фосфор. Так, еще один субстрат. ну правильно то есть у нас три субстрата и мы по каждому можем даже константу михаил все понятно понятно дошло формально то есть у нас три субстрата и получается два продукта то есть у нас получается на дашь и такое макроэнергическое соединение которое нестабильно и дальше может можем сделать из него от и следующей реакции кинозной но и плюс соответственно данную реакцию мы можем брать избытки либо с исходное вещество либо продукты и она может идти в одну или другую сторону понятно у нас детализатор ускоряет и прямой обратно если у него есть исходные субстраты то реакция будет начально в начальном этап идти вправо если у него исходных субстратов не то есть продукты она в обратную сторону начинается и правильно логично но вот это кстати вам тоже интересный пример кто может изучал знаете что это вот одна из реакций гликолиза знаете честно нет вот в биохимии называется такой раздел гликолиз и вот там есть такой ферментов глицаридегид фосфатодогидрогеназа знаем вот вот я так и знал что вы знаете все вот и соответственно вот здесь тоже интересно во первых это догидрогеназа необычная экзотика что она еще фосфоринирующая а еще интересно тут смотреть механизм действия разных ядов почему живые организмы подобного типа который у которых есть такая реакция они не любят какие-то соединения мышьяка типа арсената да потому что здесь вместо неорганического фосфата может быть арсената и фермент будет с этим на самом деле работа чем очень хорошо работает даже еще лучше чем с фосфатом чем момент неприятно как мышь я к тяжелый даже относительно тяжелый металл в плане вот этой реакции почему многие яды на самом деле это каталитические вещества которые могут вступать каталитические процессы очень нехорошо без фосфоглицерат вместо него будет образовываться какой-то видно соединение с мышьяком с которым уже дальше ничего нельзя будет сделать она все еще интереснее она быстро будет гидролизоваться и у нас не будет дальше образовываться от и в следующей революции пока тоже такая особенность жуть но тут соединение макрологическое которое у нас получается в процессе одной из стадии гликолиза ну и соответственно из него потом с его помощью можно получить от вот следующая реакция гликолиза понятно да 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 но и он теперь вопрос соответственно но тут уже все по подсказке на экране вот у нас задача посмотреть активность фосфоглицерат кинозы тот следующий фермент для пользы соответственно как как мы будем смотреть его активность вам надо определить тоже таких константы михаэль в максимум видно мы возьмем смесь 13 ги фосфоглицераты и аденозин дифосфата и дальше у нас получится 5 будет смотри 13 ги фосфоглицераты вещество которое не очень стабильно его типа надо сложно получать то есть его как будешь получать с помощью гид фосфат гидрогеназы что-то мне подсказывает что может быть это может быть получить как-то окисление гидной группы то есть из вот этого избе из ну как какое предложение тут есть проблема в том то что у нас вот этот вот ангидрид фосфоглицерат он нестабильный да совершенно и а мы хотим измерить активность реакции да ну да ну так можно а у нас ведь один фермент фатализирует прямую обратную реакцию поэтому так замечательно и берем обратную реакцию очень хороший подход но выясняем что мы простыми методами аналитической химии а т.ф. от д.ф. с трудом отличаем но если не брать специальные дополнительные сопряженные системы в принципе есть методы чтобы померить уровень а т.ф. но это все очень достаточно сложно и требует дополнительных каких-то усилий павел андреевич будет очень интересный вопрос просто когда мы делали практику по биолюминесценции на вот как раз хвастались что они научились прям супер прям пупер точности по биолюминесценции по биолюминесценции определять концентрацию а т.ф. вот вот в том числе здесь можно у нас вопрос что мы можем здесь если мы научились мерить эту реакцию то мы можем а т.ф. констрацию определить мы можем посмотреть активность фосфоглицерат киназы и можем определить концентрацию 3 фосфоглицерата да но вопрос что можем ли мы какими-то хитрыми исхитрится и не умею мерить с люциферазой а т.ф. да да каким-то простым таким топорным методом взять вот в этой системе все и все равно посчитайте всех обмануть можем скорость реакции померить если мы умеем мерить скорость реакция мы можем соответственно все константы михаэлиса смотреть можем а т.ф. определять может быть у нас есть какой-нибудь фермент который катализирует превращение один дифосфат в 1 3 фосфат а попроще вот предыдущий слайд чубу нам нужна сопряженная реакция которую мы умеем мониторить вот я поэтому и подумаю что типа adf vtf и померить вот эту реакцию а что нам мешает вот той системе который через два слайда к ней добавить побольше надаж побольше глицеродегид фосфат гидрогеназ который в принципе более доступны ферменты даже есть коммерческий виде кристаллического порошка и у нас весь 1 3 дифосфоглицерат будет превращаться вот в этой обратной реакции и тут же у нас будет идти падение надаж который мы элементарно можем по 240 по 340 нанометров как вам такой метод не нам ничего я как разную чего не мешает и мы не прибегая к сложным методам измерения отдельно концентрация а то есть в десятки раз больше сразу добавить чтобы у нас вот эта вторая реакция в обратную сторону сразу проскакивать да совершенно верно но это как бы все решаемо разобрались да и тоже такой несколько экзотический метод на самом деле определение констрация оказался неожиданном неожиданные области с помощью системы реакции из гликолиза внезапно да дальше смотрим что мы еще правда гидрогеназа почему вот берем как такой универсальные инструменты все им откручиваем вас мы научились мерить на дашь либо по прибыли не был по уголе но и смотрим следующий пример лактады гидрогеназа и соответственно что мы здесь видим обычно у нас удобнее смотреть из первого плата и тоже ничего особенного то есть мы в данном случае добавляем на дашь добавляем первого добавляем фермент и смотрим вот здесь обычно по углу то есть мы можем по прибыли оптического поглощения можем по углу если у нас равновесие смещено в наших условиях нам удобнее в принципе уже уже мы все научились понятно все более-менее все вот замечательно ну и бывают более сложные системы когда нам нужно усилить сигнал тоже бывает сейчас на следующих слайдах покажу что такое допустим нам надо у нас низкая активность как вот фермента не нужно усилить у нас будет сопряженной реакции нас в процессе реакции получается допустим окисленная или восстановленная форма ну допустим здесь у нас получается наоборот ведь мы смотрим из лактата первого то получается восстановленная над на дашь и есть такая система с финазин нет сульфатом когда мы тут же можем тут же можем преобразовывать установлен на дашь допустим мы не хотим измерять в данном случае сейчас еще дальше посмотрим как усиливать сигнал раз данном случае мы вот не хотим измерять 340 на метр а мы хотим окрашены видимой области вот мы делаем сопряженную реакцию и смотрим уже изменение какой-то там сильные окраски хотя вроде как исходно было реакция до гидрогеназа ну вот что что такое что это за вещества здесь я отдаю ссылки если вы структуру хотите посмотреть тоже в принципе можете по разбираться с этими веществами которые иногда вот как раз используются для визуализации финазин нет сурфат ну соответственно латинского латинице обозначается и соответственно его можно еще визуализировать с помощью дополнительных видим здесь вот у нас окисленный краситель да и восстановить то есть у нас идет реакция с финазин нет сурфатом и дальше идет еще реакция с неким красителем дополнительным который дает окраску увидели все сложилось как ты главе но такая как бы сложная система на самом деле который дает много много удобств сейчас посмотрим что же это за краситель который в этих окислительно восстановительных реакциях может давать разную окраску и тоже по нему мы можем судить что у нас идет какой-то процесс вот собственно вот эти вещества в частных случаях чтобы вы знали что так тоже можно делать но и соответственно чуть-чуть я надеюсь вы еще не вниз не страшно устали чуть-чуть еще воспринимает информацию я воспринимаю другие люди не знаю но еще чуть-чуть сложных случаев но соответственно здесь тоже если мы не не можем напрямую мерить какую-то реакцию то нам нужно и сопряженная ферментативная реакция еще усиление тяжелая задача по над киназа фермент с которым в современном мире практически перестали работать хотя это ключевой фермент который регулирует весь метаболизм клетки но народ перестал с ним работать потому что очень сложный объект сейчас последние десятилетия со всех ученых по всем мире требует чтобы много статей писали отчеты и как бы у нас возникла ситуация что принципе ученому сложно объяснить своему директору института почему он пишет одну статью два года не пять статей год соответственно это общая ситуация что что в россии что в японии что в сша везде поэтому такой сложный объект его сейчас буквально несколько человек не изучают так называемом от кино за слой не слышал такой нет не приходилось может быть наверняка слышали на на владимир иванович рассказывал когда читал курсы в прошлом году по ферментам а этот фермент слышали выпал из головы слышали очень хорошо старых учебник когда такой критерий состоянии клетки был соотношение катаболизма и анаболизма катаболические пути обычно стат и на дашь происходит анаболические пути с посморилированной формы но и проблема вот у нас преобразуется у нас слева стоит над справа над фосфат и слева а т.ф. справа 1 значит проблема с точки зрения аналитической химии ужасно потому что вот эти все вещества они спектрально очень похожи и очень сложно отличить соответственно над над фосфат очень плохо отличаются а т.ф. мы сказали что в принципе можем отличать но тут еще дополнительная проблема возникает что в данный реакт данная реакт данного фермента в клетке мало плюс он у него довольно небольшая активность потому что он регулирует он регулирует все остальные пути метаболические он не может быть в огромном количестве с высокой активностью поэтому нужно не просто умеете отличить видеть что у нас от и превращается воды видеть процесс происходящие небольшим небольшой скорости превращения субстрата продукт но соответственно здесь возникает вопрос не только визуализации но и усиление что мы здесь видим но вот иллюстрация что у нас продукт и субстрат они практически не отличаются соответственно с точки зрения аналитической химии очень сложно их различить но вот на следующем слайде у нас пример как на самом деле можно эту реакцию визуализировать то есть ее визуализируют добавляют еще один фермент фермент это над фосфат зависимая дегидрогеназа такие есть а вот здесь есть глюкоза 6 фосфат дегидрогеназа из дрожжей вот так работает только с над фосфатом и не работает сна и как только у нас пошла реакция над киназа на у нас столпы мы добавили а т.ф. мат и если над киназа работает у нас появляется над фосфат и как только появился над фосфат он включается вот в этот цикл либо мы можем еще реакцию останавливать то есть мы можем провести над киназа реакции у нас появилась чуть-чуть над фосфата да мы остановили реакцию как бы нагрели почти до кипения кипящей бани поместили пробирку над киназной системы над киназа генитурировала у нас получилось что допустим за пять минут или за 10 минут реакция наработалась какое-то количество над фосфата который соответствует мы потом кинетику будем строить что у нас за пять минут фосфата образуется в системе смотреть кинетику для над киназа и определить вот этот над фосфат на фоне что он смеси не у нас над в системе и допустим меньше одного процента превратилась над фосфат как увидеть вот эту доли процента над фосфатов присутствие на мы берем над фосфат зависимы дагидрогеназа и дальше визуализируем систему еще с помощью дополнительных реагентов и чуть-чуть еще надеюсь что вы не полностью устали чуть-чуть посмотрим примеры тоже каких-то стандартных универсальных подходов для визуализации ферментативных реакций когда очень нужно посмотреть скорость ферментативной реакции но даже не скорость ферментативной реакции посмотреть активный фермент или не активный но с исходным субстратом природным очень сложно работать либо исходная у нас фермент в живой системе это на самом деле не фермента рецепта такие бывают случаи что например щелочная фосфатаза это на самом деле часто не совсем фермент это рецептор который на самом деле если у него правильная структура если не динтурирует он еще умеет катализировать реакцию с ним соединяются не кого нет некоторые соединения которые могут быть гидролизованы соответственно здесь природные соединения которые соединяются с ними сложно подбирать в экспериментах в пробирке но можно посмотреть как бы активность по синтетическим субстратам которые у которых при гидролизе получается окрашенный продукт и соответственно вот здесь мы сталкиваемся с производным производными пара нитрофенола вот на этой цепи не сразу обратить внимание потому что по ним по появлению пара нитрофенола очень удобно смотреть за ферментативной активности то есть он имеет характерный спектр появляется такая красивая желтая краска при длине волны 405 на момент но даже глаза понятно да соответственно мы добавим взяли субстрат добавили фермент если фермент активный то у нас пошла реакция стал ростов стал желтеть и мы это увидим на спирта фото не понятно да понятно это может быть не не природный субстрат но по крайней мере мы начинаем различать ферменты что вот это более активное менее активным и аналогичный подход тоже тяжелейший случай непоза что делать непоза соответственно непоза у нас работают на границе раздел фаз у нас соответственно липиды разбираются идет гидролиз получается глицерин жирные кислоты да у нас соответственно исходные субстрат вообще может быть не растворимый в воде а продукты растворимые в воде как как следить за процессом это вообще не всегда понятно а фермент изучать могу то есть там чтобы сказать что в этом препарате липаза активная в этом не активно значит липазу тоже можно обмануть взять и синтетический субстрат похожий на ее субстрат который способен с ней связаться чтобы при гидролизе у нас получалось получался пара нитрофенол такой способ немножко получается соединение неприродные но тем не менее мы таким образом научились мерить ферментативную активность определять активный фермент аналогично тоже берем какие-то пептиды и смотрим активность например химтрепсина химтрепсина в природе что делает знаете надо догадываться даже у вас практику был гидролиз но гидролиз белков пептидов да но и соответственно вот в кишечнике работает трепсин химтрепсин и у вас природные субстраты какие-то белки но вот вы взяли какой белок типа допустим там что на полк стал бы сада и смотрите его гидролиз вот такой вопрос вопрос зала легко ли определить как удобно мне работать определять активность смотря гидролиз какой-нибудь бы со с помощью ним трепсина вот зачем вы будете следить за каким параметром удобно и удобно так работать или неудобно вроде похоже на природный субстрат наверное нет ну да сразу возникает вопрос как следить что там смотреть сколько расщепленных фрагментов что олигопептиды там образуются смотреть сколько у нас там усредненная молекулярная масса меняется в этом субстрате что он начинает дробиться на части это сразу вызывает вал каких-то дополнительных методов и непонятно вообще что считать активностью сколько связи связи у вас гидролизовалась и в итоге есть вариант взять вместо природные системы синтетический субстрат который будет похож на то что обычно хорошо связывается с активным центром данного фермента данный фермент опять же любят чтобы у него пептиды с которыми он работает чтобы там были я ароматические аминокислоты с одной стороны хотя бы но соответственно у нас у нас получается такой синтетический субстрат который с удовольствием гидролизуется присутствует химтрепсина и получается желтенькое окрашенное соединение тоже все все красиво и соответственно тут же вы получаете кинетическую кривую прямо на спитофотометре не надо разбираться со степенью гидролиза баса на олигопептиды понятно подход упрощающий жизнь биосимико да понятно ну и аналогично различные сахаролитические ферменты у нас смотрим какой гликозидазу амилазу и смотрю вот работает с какими олигосахаридом берем тоже соединение с чтобы получался продукт пара микрофенол тоже тоже такие варианты возможно хотя если вы хотите делать какой-то биотехнологических продукт и показывать параметры сколько сколько он олигосахарида на крупно-тоннажном производстве будет преобразовывать вам все придется брать и натуральный субстрат и смотреть размер более сложным методом и сколько как он фрагментируется во времени ну и чуть-чуть еще дополнительных методов какие бывают у нас соответственно кроме поглощения бывают другие методики чуть-чуть уже стал упоминать его на химические методы но и кроме спектра поглощения в таких простых измерениях ферментативной альтинс еще бывает что у нас на филометрии только димитрий используется когда у нас есть какой-то субстрат например поглощающий но не за счет того что у него электронный переход и он поглощает фотоны с определенной энергией вот там мы видим что соединение окрашена из видимого свет то что у нас система мутная и у нас частички россии мы можем смотреть боковой интенсивно бокового света или интенсивность проходящего света чем больше вас крупных частиц тем больше вас задержится и если субстрат например какой-то полимер у нас гидролизуется ферментом то у нас может может происходить осветление понятно да но у нас был мутный какой-то раствор с длинными цепочками какой-нибудь крахмал мы идут а добавили анилаза она был был препарат мутный он начинает светлее по скорости осветления мы тоже можем как бы мерить активность понятно да понятно но там естественно наверно уже будут другие ну как бы связи или активность дом или премии пресс активность именно в том что она будет одинаковая для любых способов измерения но правильно там на самом деле вопрос будет как потом считать это ужас потому что здесь здесь у нас не работает закон бугера ламберта бера здесь у нас это уже не поглощение фото на эту нас рассеяние на соответственно зависимость от констрации у нас нелинейная тут возникает дальше как потом пересчитывать данные но тем не менее мне тут вот такой может использоваться в разных системах как пересчитать данные это отдельный отдельный тяжелый вопрос вот тоже пример определить скорости реакции таким как раз лизоцин пизоцин который все знают вопросы так на так не активность а у него у суток не зацима этого клетки бактериальные тоже соответственно турбодиметрия но опять же вопрос а как вообще что мы будем называть скоростью реакции если мы смотрели на на даш там можно моли написать можно пересчитать с эфициентом экстенции получить сколько микромоль там за час преобразуется а вот тут много много возникает вопрос но опять что надо правильно выбирать лимитирующую стадию чтобы она ферментативная была то что процесс более сложный у нас там живая клетка она сначала ферментом повреждается потом ее разрывает за счет космоса у нас соответственно ферментативная стадия должна быть лимитирующий но и соответственно можно подобрать условия где у нас связь количество клеток в системе с поглощением линейно немножко получается похоже на закон бугера ландерта бы хотя это не он здесь вот связь мутности системы с концентрации клеток видим что вообще и соответственно можно по осветлению тоже судить что два раза более активных в четыре раза более активно соответственно берем в области линейности связи концентрации клеток и связи поглощения с концентрацией клеток и дальше воздействием фермент видим осветление также у нас получается можем доказать что у нас пропорционально скорость осветление начальная скорость профессиональной активности он соответственно есть есть нет некие уравнение которым можно пересчитывать единые в единую систему сопоставлять что действительно у нас число убыть скорость убыль того не образующих единиц то есть число клеток живых и убыль который мы определяем по осветлению суспензи по уменьшению оптического поглощения на самом деле может пересчитываться через единое уравнение одно в другое то есть принципе это можно все делать и еще чуть-чуть про методы измерения активности крупными масками но детально детально мы сейчас не будем все разбирать но чтобы хотя бы чуть-чуть слышен и имели представление по штате штат статирование знаете слышали такое что что такое по штате без названия то случай это наверное за и это наверное такой метод когда мы ставим значение поешь на какой-то определенные значения то есть у нас система которая поддерживает определенный уровень ph если мы соответственно ставим в эту систему некий препарат в который идет ферментативная реакция у нас в некоторых ферментативных реакций ph может изменяться например идет гидролиз получается какая-нибудь кислота то есть у нас идет закисление при гидролизе и соответственно если у нас все время система дотетровывает выделяющуюся кислоту добавляет сколько-то там микролитров раствора щелочи систем чтобы ph стабилизировать мы по скорости добавление щелочи можем читать тоже кинетику сколько у нас микромоль преобразовалась субстрата во время но соответственно такой подход для измерения ферментативной активности дни уже не спектральными примеры мы знаем но там липаза чем там липо липаза с ней вообще ужаса бывает липаза когда надо смотреть в гетерогенной системе у вас система в эмульсии да у вас там ведет гидролиз подпишнуть липидов но понятна проблема и соответственно вас получается там полу при гидролизе получается закисление и мы вот прекрасно окажется можем но не все так легко но как на картинке но тем не менее соответственно здесь для для закрепления материала слайд что мы можем вязать визуализировать что мы можем сопряженной реакции использовать и важный вопрос вот я в конце лекции хочу обратить внимание в плане того чтобы у нас все-таки получше результаты были на контрольные сразу все поняли вот что мы называем активность фермента на самом деле чем вопрос в зал потому что у нас задача будет на контрольные что вот у нас мы взяли что-то там смешали субстраты фермент добавили померили что-то на приборе допустим измени поглощения рост нарастание количество на дашь в вете за минуту за там за 10 минут и нужно написать на пробирке с раствором активность фермента растворимая концентрацию самого фермента целевого мы не знаем мы можем узнать там общего вот что мы давайте я попробую сказать активность фермента значит это какое количество фермента необходимо ввести в раствор чтобы катализировать превращение одного моль субстрата за некоторую единицу времени там замену за минуту обычно но все очень фиговое определением общее это типа насколько это типа способность фермента катализирует данную реакцию активно мыслив прав да вот мысль правильно просто но это не количество фермента активность чуть-чуть переформулируем что это как раз скорее скоро что на данное количество фермента сколько происходит со способности преобразовать из субстратов продукт за единицу времени да 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 то есть чуть-чуть перевернем определение ну правильно но дальше за что хвататься вот у нас есть раствор констрацию мы не знаем что мы будем называть активностью раствора ферментативного вот биохимик часто работает берет какой-то экстракт он даже не знает какая молекулярная масса нет знаешь что вот это там есть что-то каталитическая и вот какая активность этого раствора у него есть пробивка он напишет сколько столько это единиц в миллиметре каких-то условных единиц вот что что биохимик будет писать в качестве активности чтобы коллеги его поняли но вопрос с одной стороны простой с другой стороны не очевидны тут надо как бы знать что биохимик принято в таких ситуациях миллиграмм и они напишему и не знаю нет у нас много грамм вот если мы не знаю если у нас есть сухой катализатор мы можем больше миллиграмм у нас просто раствор миллиграмм и если мы знаем что мы столько-то у нас была чистого катализатора мы в этот приготовить 1 стол столько недавно миллилитре померили вот такая активность пересчитали на миллиграмм но чтобы мы мы изначально померили активность что мы мерим на приборе допустим по поглощению все все поглощение во времени с помощью коэффициента экстинкции что мы пересчитываем и получаем из просто поглощение во время изменит концентрацию да безусловно и так можно определить то есть концентрация во время это скорость химической реакции скорость химической реакции уже определяется как раз константы это может быть даже не ферментативно реакция мы до михаэльса мы дойдем до констант пихается если это у нас механизм кинетика сначала мы должны определить что такое вообще скорость химической реакции это сколько у нас первое что мы должны знать скорость химической реакции между что это сколько у нас моль субстрата превращается единицу времени в единицы объема да да так и дальше если мы не знаем концентрацию катализатора но догадываемся что там давайте померяем концентрацию продукта активность раствор катализатора вот как что делать биохимик он допустим у него есть раствор катализатора он смешал субстраты до смешал реакция не идет вот у него кювета объемом там миллилитра или 3 миллилитра объем 3 миллилитра оптический путь один сантиметр и он в эти три миллилитра смеси не субстрат там еще еще там буфер правильно надо выбрать потому что у нас есть еще плашок тем активности многие кто нас сейчас слушать я думаю уже знают что такое у фермент есть от паши зависит и мы вот сделали стандартную систему допустим субстратов вот как если мы уже знаем что такое механизм этом уравнение концентрация насыщающий то есть мы как бы сразу в маршрую смотреть да но соответственно у нас от концентрации катализаторов зависит если мы распишем уравнение михая цементом то есть у нас там сверху числители с до страта в знаменателе к или к с плюс с и смотря как бы не надо и сверху еще в числителе с умножить на е если расписать то ну и соответственно вот поэтому уравнение мы можем найти концентрацию нашего фермента еще нет еще нет а если мы не знаем не константы михаэльса не вымачиваю мы сначала должны померить активность неизвестного фермента его раствора знаю но хорошо допустим мы мы делаем либо в них и стандартных на стараться либо предполагаем что она насыщающим упростим себе немножко рассуждения соответственно вот у нас мы допустим добавили на 3 миллилитра раствора субстратов 3 микролитра фермента и 6 микролитров фермента раствора неизвестно что мы ожидаем скорость по идее она должна отличаться в два раза вот значит условно биохимик когда ничего не знает про фермент не знает какая конструкция знает что там вообще состав сколько фермента он считает активность на объем раствора то есть принимается что если мы не можем пересчитать на миллиграмм потализатора то мы считаем что как будто у нас условно мы напишем на промерке активность с учетом разведения то есть допустим мы померили добавили 3 микролитра на 3 миллилитра и получили что у нас скорость химической реакции условно там но пять неких единиц сейчас не расшифровываем что это на самом деле миллимоли там в минуту и так далее вот пять условных единиц мы померили на приборе с учетом что пересчитали и понятно да 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 понятно но у нас у реального раствора то есть не разбавленного это будет в н раз больше где я над кэффициент разбавления был сколько черно на пробирке мы напишем конечно же есть два варианта мы можем написать что это столько-то разбавленный раствор и пишем активность для такого это разбавление а можно писать активность реального раз реального белка то есть не разбавленного но вот не разбавлено сколько условно опишем посмотрите если у нас скорость получилось 5 дата мы считаем по ней активность это понимает уже 5 значит будет 5 н мы напишем на пробирке на где на кэффициент разбавления мы разбавили в десять раз то мы напишем но если три литра взяли получилось 3 миллилитра реакционно смеси кролита 3 миллилитра на это добавление тысячу раз получается значит получается значит 5000 правильно на пробирке пищем 5000 мы тогда два разных биохимик друг друг понимает потому что когда другой человек в другой лаборатории взял этот же раствор ему тоже дали как неизвестный раствор он померил допустим в той же системе с теми же субстратами и с тем же page он добавил допустим 2 микро литра на 3 миллилитра да и это уже будет другое разбавление все вот он пересчитает и у него тоже получится в итоге условно вот эта цифра 5000 в расчете и вот это получается некая условность что без учит что как будто мы не разбавляли но это может быть на самом деле с точки зрения физически не совсем правильно потому что там могут быть отклонения от михаэлиса и вообще не все но несколько вот такой условный подход что мы как бы считаем исходную активность как будто у нас не разбавленные а дальше если мы знаем что там есть что чистого фермента что не просто общего белка а чистого фермента там стоит допустим столько на миллиграмм в миллилитре мы можем пересчитать наши миллилитры активности который там с учетом разведения преобразованы минимум или на данный объем мы можем поделить одно на другое до получить зная сколько миллиграмм чистого чистого фермент чистого фермент чистого катализатора в миллилитре данного неизвестного раствора то мы можем пересчитать уже некие единицы активности на миллиграмм катализатора если он не чистый то мы пересчитываем на общий белок и получаем что более очищенный белок был допустим 3000 единиц на миллиграмм а менее очищенный белок был одну тысячу миллиграмм одну тысячу единиц на миллиграмм общего белка потому что там белка среди общего белка сколько процентов балластных белков да понятно под рассуждение да да которые эти белки могут как-то с ним видо на него как-то влиять чтобы и просто пересчитываешь на как бы считаешь на количество белка а если у тебя белок не очищены то у тебя катализатор может прекрасно также работает но ты просто делишь на у тебя в знаменатель получается другая цифра процентов твой чисто все понятно понятно и вот соответственно изменение что у нас белок при очистке стал было 1000 единиц на миллиграмм а стал 3000 единиц то за эту стадию очистки он почистился говорят в три раза то есть степень очистки на данной стадии три раза но без учет что это вообще все просто но посмотрим результаты на контроль ну ладно все тогда я думаю вы насыщены знаниями я вас мы прощаемся до следующего четверга в четверг разбираем задачи все тогда всем спасибо спасибо вам большое спасибо до свидания до свидания